а знаете ли вы что у креветки сердце находится не где-нибудь а в голове а где же мозг мозг вот он маленький такой чуть больше глаза вот как то так всем привет с вами книга коп добро пожаловать на мой канал сегодня в центре нашего внимания будет замечательная книга начала 20 века от разорения к достатку посвящается всем представителям производительного труда книга отпечатана в санкт-петербурге в 1906 году чем таким интересным и полезным она будет мы так предлагаемый труд основан на ряде общественных цифр связаны вместе цифры эти проливают яркий свет на главнейшую причину наших современных бедствий они показывают также в чем заключена тайна могущества всемирных ростовщиков так искусно опутавших своими невидимыми сетями все трудящие трудящиеся человечество наконец цифры же эти указывают нам на путь для перехода от современного общего разорения к достатку в будущем здесь в настоящее время вот финансовое положение россии представляется в следующем виде пожалуйста вот первому января 1906 года вот они цифры вот эти миллионы количество денег в казне скажем так по долгам проценты капитал и так далее мало того здесь описывается еще кое-что значит согласно именно ему высочайшему указу данному министер министру финансов в беловежском дворце в 1897 году у нас установлена денежная система в золоте по которой государственные кредитные билеты выпускается госбанком в размере строго ограниченным настоятельными потребностями денежного обращения ну собственно да этот золотой стандарт мы помним у кого есть бумажные деньги российской империи пожалуйста смотрите там черным по белому как говорится написано что рубль равен весу 1 15 империала то есть равным 17 целых 424 долей чистого золота кстати все советские деньги цвета советских денег были полностью перетащены из российской империи это вот синяя пятерочка зеленая трешечка вот эти коричневый рубль это все это все 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 общем было перетащена черным по белому из российской империи но тем не менее что здесь пишет автор и сопоставление количество денежных знаков далее здесь идет конечно что в обращении что не в обращении по монетам это все в цифрах эти цифры это конкретная математика значит по этим денежным знакам которые находятся в империи с величиной государственной задолженности мы видим всех денег в россии почти в пять раз меньше чем одних только государственных и гарантированных правительством долгов и так дальше все количество денег в россии не хватит даже на исполнение одной только государственной росписи расходов на 1906 год из рассмотрения же нашей государственной денежной системы видно что для каждого нового выпуска кредитных билетов согласно высочайшему указу 1897 года необходимо для удовлетворения настоятельным потребностям денежного обращения обязательно в общем хотя бы по крайней мере рубль за рубль так что собственно предлагается золотом есть разные способы увеличения запаса первое это золотом ежегодно добываемом в россии из недр земли второе можно увеличить путем прилива золота из-за границы вследствие заключения расчетного баланса в пользу россии третье но здесь опечаточка путем внешних займов четвертое золотом вкладываемом иностранными в промышленные предприятия страны пятое путем завоевания для своего вывоза новых рынков и расширения старых вот это и многое другое есть в этой шикарной замечательной книги конкретная математика не пустопорожнее разговоры здесь есть много много чего а тут есть конкретные цифры тут есть конкретные факты эта книга прошу отметить была у достойна в свое время должного внимания вот ну и собственно сегодня я ее обязательно передаю вам в изучении и в прочтении пользуйтесь не читайте и расширяйте свое познание по экономике начала 20 века а перед вами тем не менее метро японская а знаете ли вы что именно вот эти три иероглифа которые находятся обозначают именно метро в японии и у них простая расшифровка три иероглифа три символа низ почва и железо как-то так палец вверх подписываемся на канал но я продолжаю дальнейших книга коп пока пока